На расстоянии мне видится вот что. Вот этот существующий режим, который олицетворяет Владимир Путин, я считаю, что он вообще просто устаревший. Он не совпадает с требованиями нашего времени. Он с самого начала был создан как устаревший, потому что, когда Путин пришел в классе, он опирался в основном на людей моего теперешнего возраста, на ветеранов войны и часто даже на каких-то псевдоветеранов, увешанных всякими значками. И спрашивал у них, хотят ли они петь переделанный гимн Советского Союза и всякое другое. То есть опирался на какие-то ценности, которые уже тому поколению были немножко чужды. А сейчас, за время его правления, выросло новое поколение, которому это вообще неинтересно все. Неинтересно. Люди, которые существуют значительную часть времени, они проводят в виртуальном пространстве, они проводят в интернете, то есть в пространстве свободы. Вот. И им все эти советские атрибуты, которые у нас сохранились, которые лелеют, они все уже, я думаю, что они их уже как-то не удовлетворяют даже эстетически. Вот. Им все время показывают, им все время говорят о войне, о вооружениях, о новых танках, о танковых биатлонах. Вот возят по Красной площади 9-го числа, повезут эти тяжелые ракеты. А уже выросло поколение, которое хочет ловить покемонов, а не смотреть на эти ракеты. Вот. И это время настолько не совпадает с требованиями, то есть требования государства настолько не совпадают с требованиями времени, что вот мне кажется, наступают вообще, наступают такие довольно сложные, острые времена. И вот этот выход 26 марта, массовый выход на улицы молодежи, это знак того, что вообще в России, Россия стоит на пороге очень серьезных событий, которые, с одной стороны, обнадеживающие, с другой стороны, они опасные. Есть много такого, что предречь было невозможно. Я, например, не мог себе представить, что появится какая-нибудь глупая женщина, которая будет требовать, чтобы режиссера судили за фильм о Николае II, понимаете? Вот. О его любви к какой-то женщине. У нас сейчас спорят, кстати, по поводу этого фильма. И, значит, говорят, ну, а все-таки это же было. Да хоть бы было, хоть бы не было. Есть художественный замысел, художественный вымысел, есть право на художественный вымысел. И человек может писать, тем более о царствующей особе, все что угодно. И некоторые считают Николая святым, а другие считают его Николаем кровавым. И те, и другие имеют право его судить, кроме всего, потому что он публичная фигура. Вот. Что касается вот этих нападений, я вам хочу сказать, да, я вернусь немножко сначала к событиям 26 марта. Я должен сказать, что власть эта, которая, вот я говорил, что она не совпадает с требованиями времени, и ее требования не совпадают. И она ведет себя не только страшно, но она ведет себя смешно, потому что 26 марта люди вышли, они вышли вроде, они объявили, что они вышли на прогулку, да, вот просто прогулка. И власть ведет себя смешно, потому что, значит, вот люди гуляют, а она их хватает. Хватает, и имея в виду, что, конечно, они что-то, у них на уме что-то не то. У них, может быть, правда что-то на уме. Но для власти власть просто теряется, не знает, как себя вести. А от того, что она не знает, как себя вести... Сейчас. А от того, что она не знает, как себя вести, и от того, что она не умеет найти какое-то мирное решение вопросов, и вообще не умеет найти общий язык современной молодежью, да, вот, и вообще с людьми современными, и не только молодежь, потому что такие люди, как Навальный, о них молодежь не относятся, но люди современного мышления, поскольку власть не может с ними найти, она прибегает к услугам каких-то отъявленных мерзавцев, каких-то подонков, которые применяют уже меры, ну, сначала там они в кого-то тортами кидались, или там помидорами, это, может быть, кому-то казалось смешно, но это все-таки, это уже хулиганство, а когда уже начинают обливаться какими-то жидкостями, которые приносят вред здоровью, это уже бандитизм. И дело в том, что, если власть не примет какие-то меры против этих бандитов, да, то тогда она сама спровоцирует дальнейшее развитие событий, потому что не зря люди говорят о том, что пора создавать отряды самообороны, да. Дело в том, что и действительно у людей нет никакого выхода, если власть не может их защитить, значит, они будут думать о том, как самим защищаться. И некоторые люди там говорят, что это вот угроза, там, когда говорят об отрядах самообороны. Я, например, никому ничем угрожать не могу, я в партизаны уже точно не пойду, а какие-то люди могут пойти, потому что, когда власть обостряет ситуацию, люди тоже обостряют ее с другой стороны. И люди более радикально настроены, а если им не дают возможности легального существования, они уходят куда-нибудь в подполье и начинают представлять собой действительно серьезную угрозу государства. Поэтому государству из нашей истории, из отечественной, стоило бы сделать кое-какие выводы, я имею в виду еще царский период, потому что там тоже было, там были такие люди, которые назывались народники, они ходили с мирной пропагандой мирных целей, их стали хватать, их стали сажать, отправлять на каторгу. Тогда они организовали партию, которая называлась «Народная воля». Эта уже партия была серьезная, вооруженная, террористическая. С этого начался террор в России, с которым, опять-таки, правительство, власть тогдашняя пыталась бороться террор против террора. И пошло дальше, и пока не дошло до Октябрьской революции. Так что, а теперешняя власть, все-таки, люди стоят уже, которые, может быть, более образованы, может быть, они изучали историю, они должны сделать какие-то выводы из истории. Вот когда этот режим так или иначе сменится чем-то новым, то новой власти придется объявлять что-то вроде перестройки. Это будет неизбежно, потому что теперешняя власть очень много довела, во-первых, внутреннюю ситуацию до того, что у нас обостряются внутренние отношения между разными слоями населения. Вот, и внешние отношения очень сильно обострены, испорчены, даже иногда кажется, что безнадежно. Вот, властям будущего придется с этим считаться, придется налаживать эти отношения и внутри страны, и вовне. Вот, и тогда, и тогда, я надеюсь, что Россия сделала уже один шаг к демократии, потом сильно отступила. Но я думаю, что есть шанс, что она сделает второй шаг, и второй шаг будет более успешен. Но в то же время, эта вот будущая перестройка, она будет очень опасным временем для целостности России даже, потому что очень много сил центростремительных, но и центробежных тоже сил в России много. И когда государственный механизм ослабевает, а он в период таких событий, как перестройка, он неизбежно ослабевает, приходят новые политические силы, новые поколения приходят к власти, вот, приходят энергичные люди с разными идеями. И вполне возможно, будут и идеи тоже где-то в каких-то частях России отделиться от нее. И вполне возможно, что они эти идеи осуществят. Вот в мое время, в моем поколении люди говорили, что это не с нашими головами, значит, решишь думать, что надо делать, это вот там власть решает, они умные, они делают. Сейчас, наверное, люди в целом не так относятся, но все-таки привычка, ощущение безнадежности, такого ощущения, значит, мало еще солидарности у людей, все. Ну вот, кажется, там по поводу пятиэтажек, сноса пятиэтажек, люди взволновались, потому что это их лично касается. А музей Рериха, ну, есть он, нет его, его, наверное, вообще очень мало людей посещало. Вот. Но я думаю, что если бы то же самое сделали с музеем Пушкина или с Третьяковским, я, пожалуй, ну, Третьяковская галерея, конечно, привлекла бы больше внимания, и Пушкинский музей. Ну, тоже, я не думаю, что люди бы так вышли с ценой на это. А можно ли разбудить вот этот спящий кот Ленина как-нибудь? Знаете, как это самое, как писал поэт Коржавин, там такие слова, какая сука разбудила Ленина, да? Знаете такие стихи, да? Вот, и там, конечно, нельзя в России никого будить. Так что, видите, люди, это тоже, кстати, имеет значение, потому что вот урок Октябрьской революции, всего, что последовало, значит, очень многие люди говорят, что вот, вот к чему это приводит. И поэтому лучше не трогать, лучше пусть как будет, эволюционным путем. Сегодня музей Рериха отнимут, а завтра, может быть, что-нибудь оставят. Может быть, завтрашняя власть будет лучше, или, допустим, может быть, музей Рериха отнимут, а Исаакиевский собор, может, еще оставят. Но все-таки в русском народе когда-то народилось и развивалось революционное движение тоже, да? И русский народ, он состоит не просто из какой-то массы, а еще масса, значит, которая делится на поколения. Приходит молодежь, которая по-новому смотрит, которая, может быть, не согласна с тем, что происходит сейчас, потому что всякие такие движения, они обычно удел молодых, просто, просто наши, ну, русский народ на многие поколения запуган, да? Вот после революции, после террора этого на много поколений, но постепенно, постепенно, в общем, какой-то свобода мысли развивается, и, может быть, будет что-то другое. Я надеюсь, это уже не для меня, не для моего поколения, но вот для вашего. Вот я вам желаю, чтобы при вас вообще какие-то наступили другие порядки. Продолжение следует...